Ситуации с распространением инфекции в мире в российской столице выстроились в очереди на вакцинацию после того, как власть обязали привиться от коронавируса сотрудников сферы услуг, медицинских и образовательных организаций. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве открывают дополнительные центры компьютерной томографии, вновь разворачивают ковидные госпитали. Медики отмечают, что возраст госпитализированных от 20 до 29 лет. За последние сутки в стране выявили больше 17 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На фоне ухудшающейся эпид-ситуации власти Москвы принимают неоднозначные решения. В мегаполисе продолжают действовать ограничительные меры, такие как запрет на работу ряда объектов для детей, ночной работы ресторанов и закрытие фудкортов. Однако массовые мероприятия еще проводятся. На Красной площади проходит книжный фестиваль, который традиционно посещают несколько тысяч человек. Организаторы обещали следить за соблюдением санитарных мер. У нас ничего не проверяли, когда мы заходили. Но то, что это на свежем воздухе, наверное, не так все и плохо. Посмотрим завтра по статистике. Из-за ситуации с ковидом в Москве закрыли фан-зоны для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. В соседних Тверской и Тульской областях отменили два крупнейших в стране музыкальных фестиваля. Их ежегодно посещали сотни тысяч человек. Однако при этом Россия с 22 июня возобновляет авиасообщения с турецкими курортами. А еще через неделю планируют открыть рейсы еще в 8 стран, включая США, Бельгию и ряд туристических направлений. По моему опыту я так получилось и перед самым карантином летала вот еще в 2020 году в Сингапур и вот недавно в Турцию. И компании очень заботятся на самом деле о пассажирах и раздают маски и дезинфицируют руки. То есть в этом плане на самом деле в метро в Москве достаточно больше угроз, чем во время перелета, во время путешествия. Власти Москвы пытаются избежать локдауна и поэтому ввели обязательную вакцинацию. Сейчас оба компонента вакцины получили всего полтора миллиона жителей столицы. Число желающих привиться выросло после объявления новых ограничений. Это обязательная вакцинация 60 процентов работников сферы торговли, медицинских и образовательных организаций. Безковидные зоны и даже запрет оказывать плановую помощь пациентам без прививки от коронавируса. И если они, глядя на то, как люди переносят заболевание в прошлом году, смотрели, им казалось, что заболевание перенести легко, 80 процентов перенести легко, то сейчас ситуация меняется. Становится больше случаев среди молодых. Тяжелых случаев тоже становится больше. И сейчас считать о том, что вот ты рискуешь ровно так же, как и год назад, не получая прививку, совершенно неправильно. Тем временем власти Москвы признали, что коронавирус стали выявлять у ранее привитых и переболевших жителей столицы с низким титром антител. Причина, по их мнению, в более агрессивном индийском штамме. Эпидемиологи заявили о том, что запускают программу ревакцинации. И в скором времени, вероятно, прививать от ковида начнут даже беременных. Дадам Уржан Шахзот Гамиров, Россия, Хабар, 24.